Друзья, всем привет! Компания OnePlus готовит для нас с вами очень крутую новую пушку с топовыми камерами на топовом процессоре. В общем, обо всем по порядку OnePlus 10 Pro. Если интересно, усаживайтесь поудобнее, сейчас обо всем по порядку расскажу. Погнали! Итак, новинка получит AMOLED дисплей на 6,7 дюймов с разрешением Quad HD+. И, конечно же, данный экран уже, в принципе, для флагманов стандартно будет поддерживать частоту обновления в 120 Гц. В сердце новинки будет располагаться новенький процессор Snapdragon 8 Gen 1. Это тот самый процессор от компании Qualcomm, новинка, который ранее в сети упоминался как Snapdragon 898. Еще из интересного, по памяти будет два варианта. Это 8 и 12 ГБ LPDDR5 быстрой памяти. И по внутренним накопителям, также пользователям, будет предоставлен выбор. Это 128 и 256 ГБ памяти, также быстрого типа UFS 3.1. На задней стороне смартфона будет располагаться блок камер с тремя сенсорами, основной из которых будет на 48 Мп. Далее будет 50-мегапиксельный сверхширокий сенсор и 8-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим увеличением. Также заявлена оптическая стабилизация. Фронтальная камера будет на 32 Мп. За автономность новинки будет отвечать аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки на 65 Вт и с поддержкой быстрой беспроводной зарядки на 50 Вт. Еще из интересного, это то, что в смартфоне будет подэкранный сканер отпечатков пальцев и предусмотрена защита от воды и пыли по стандарту IP68. Анонс новинки состоится в конце января или начале февраля 2022 года в Китае. Цене, к сожалению, даже инсайдеры пока назвать не могут, но судя по характеристикам... Кстати, у данной новинки будет дисплей со скругленными краями, что очень круто, выглядит фантастически, футуристично. Для меня лично такие дисплеи всегда вызывают восторг, что Samsung их раньше ставил, сейчас меньше он их использует, что любые китайские бренды, Xiaomi, Huawei и так далее. Лично я думаю, что ценник на данную новинку будет примерно 40-50 тысяч рублей, но глядя на то, что в новинке будет установлен также новый процессор от компании Qualcomm, это 898, теперь он называется Snapdragon 8 Gen 1. Поэтому на старте вот эти вот новенькие смартфоны с новенькими процессорами, вот этими самыми топовыми, наверное, будет стоить еще чуть дороже, а-ля так 1060, я думаю. Поэтому если бы не было вот этого топового нового процессора, то 1040-50, но так как Qualcomm надо пиарить свой новый процессор, еще и в связи с кризисом, со всеми этими делами, то, я думаю, ценник может дойти и до 60 тысяч рублей. Что думаете о новинке вы? Обязательно отпишите в комментариях к данному видео, также, если вам понравилось данное видео, если оно вам показалось информативным, обязательно ставьте свои царские лайки. Подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, я с вами не прощаюсь, мы еще увидимся в интернете. Всем пока!